Двигатель 2.0 бензиновый 135 лошадиных сил Автоматическая коробка передач Полный привод Машина 1997 года выпуска Пересвет приборной панели Речь пойдет о пересвете приборной панели для Toyota Caldinger 210 А помог мне в этом Леша Так вот, заказал я у него все, что для этого было нужно И так все понятно Руль для этого снимать не потребовалось А далее начался процесс разборки И самое ссыкатное Это было снимать стрелки Так как боялся их поломать В остальном проблем особо не возникло По подключению было много вопросов Но Леша на все вопросы всегда отвечал Обратную сторону шкал аккуратно затирал жидкостью для снятия лака Минут 30 и все готово Весь внутренний пластик, на чем держатся шкалы, надо убрать Вместо них уложить светодиодные платы А них уже сами шкалы Проводы соединяются согласно схеме, что в комплекте И далее уже расположил контроллер Отвечающий за работу всей подсветки Регулировка яркости Время розжига как стрелок, так и самих шкал Перетяжка потолка вальдкантару Дело было летом Затеял я поклейку шавой крыши и багажника Закупил материалы Вибропоглощающий SGM 2 и 3 мм Биплест премиум 15 Одни штук, акцент 10 LMKS Одни штук и понеслась Скинул потолок Разобрал все обшивки багажника и пол багажника Багажник был таким же Фото где-то есть, искать не хочу Далее на потолок первый слой SGM 2 мм Плюс акцент 10 LMKS Далее приступил к багажнику Первый слой на пол и крылья SGM 2 мм А на задние арки SGM 3 мм Плюс биплест премиум 15A Предварительно залив все отверстия герметиком Далее произошло неприятное И пока машина находилась в ремонт Решил перетянуть потолок И стойки вальдкантару Плюс перекраска пластика в черный матовый Делал все сам Времени было достаточно Алькантару клеил прям на заводское покрытие Ничего не снимая Использовал 88 клей Субтитры сделал DimaTorzok Итак, с момента покупки машины Она была на одном комплекте колес Меня всегда напрягал этот факт И в связи с этим Я начал думать, читать, спрашивать Что же лучше купить и поставить По итогу на летний комплект Выбор был такой Оставаться на R16 Этот размер колес меня устраивал Или же все-таки взять немного побольше А именно R17 Рассматривал даже R18 Но потом прикинул, что на повседнев Это будет перебор Ждал, пока наступит начало недели Чтобы оплатить за новые диски И как-то вечером, в выходной Думаю, а дай-ка гляну Может, что появилось нового И вот она удача Буквально несколько минут назад Добавлено объявление О продаже комплекта колес Отех Мрноблок 7 на 17, 5 на 100 Эт 48, 73,1 Плюс резина Triangle 22550R17 По очень хорошей цене Правда, на юге нашей республики А именно в Шимкен Предварительно диски откатал на станке Все идеально Геометрия не нарушена Остановил свой выбор на резине Ультра High Performance Core Moran С дочернего завода Микролин в Сербии Мойки моторного отсека Но не просто мойки А типа детейлинг С частичной разборкой Что значит с частичной Так вот, снимается навеска Аккумулятор Корпус воздушного фильтра Гофра между воздуханом и дросселем Бачок ОШ и омывайки А также обрабатываются электрические фишки Проставки колесных дисков Заказаны и выточены проставки 10 мм На заднюю ось Дабы изменить вылет дисков Очень непростое занятие Как оказалось Так как чертежей в инете толком нет Поэтому делалось и подгонялось Не один раз И по итогу все успешно Антикор задних арок Пока суть додела с проставками Решил сразу сделать антикор задних арок Лишним не будет Одного баллона хватило нанести На обе стороны в два слоя Считаю более чем достаточно Замена сигналов Очистка системы кондиционирования Пружины минус 30 мм от Технорессор В общем, были заказаны и установлены пружины в круг с занижением 30 мм от Технорессор через местного представителя В сравнении с отопом Передние пружины выглядят очень низко Чехлы Алькантра плюс эко-кожа от Автокомфорт Делюсь с вами фотоотчетом Об установке чехлов от фирмы Автокомфорт Установку производили на полностью снятый салон Было более чем удобно Но все же пришлось повозиться с натяжкой И так как чехлы пролежали в упаковке более полугода То некоторое место в последующем надо будет подтянуть Фиксируется липучками и пластиковыми фиксаторами на резинках снизу Все удобно Климат-контроль от Mark II инсталляция и пересвет Решил сменить свой климат-контроль Собственно, начал поиски климат-контроля пока что родного Ценный космос, особенно с Хромом Случайным образом находится, как казалось, на тот момент родной климат-контроль Без Хрома, в соседнем от меня городе Ну, думаю, отлично Договорился с другом, что он заберет и отправит его мне В качестве подтверждения записал видео, что климат-контроль работает без проблем Все кнопки работают, все включается Но в общем претензий нет Говорю, забирай Спустя несколько дней получаю климат-контроль И немного растерялся, так как на нем не было боковых креплений Разбираю климат-контроль и теперь охреневаю Он не с Ипсума, а с Mark II Они ведь на вид одинаковые Начал читать и многие пишут, что с маркообразных не подходит климат-контроль Типа не работают кнопки AC и режим моде Но ведь климат-контроль работал на Caldini Подкидываю на свою и он прекрасно работает Решаю, что возвращать не имеет смысла Допель-укрепление и сделаю пересвет этого климат-контроля Тем более давно хотел Давно в планах была смена передних сидений И вот момент настал Были куплены в Иркутске сидения От Subaru Likersi BH, 5BH, 9BH И в слегка грязном состоянии Благополучно были отмыты и почищены Далее процесс установки Было два варианта Делать, как это делают многие Типа рассверлить несколько отверстий А там, где не срастается, добавить пластину из металла Такой вариант не для меня Делать крепление из моих сидений Он был как раз и выбран Все прекрасно встало, как родное Электропривод подключил напрямую через предохранитель на 30 Для полной красоты кинул узкие накидки от фирмы Прокод, качества хорошие Не сползают, назаламываются Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь на наш канал Приятного дня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok